Работа на перспективу. Спикер Крымского парламента прокомментировал важность пенсионной реформы для пожилых россиян на заседании Президиума Государственного Совета. Причем изменения в законодательство должны положительно повлиять на национальную экономику, подчеркнул Константинов. Результатом реформы станет увеличение размера пенсии, которая к 2024 году зафиксируется на отметке 20 тысяч рублей. Уже на ближайшем пленарном заседании будет подтверждено сохранение льгот для людей предпенсионного возраста. Скидка на приобретение лекарственных средств, бесплатный проезд в общественном транспорте и ряд других. Процитирую президента. Изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова потребует от нас такого же сильного ответа. Иными словами, или мы найдем в себе силы для ускорения развития, или нас сомнут наши партнеры. Именно в таком контексте следует рассматривать и преобразование в пенсионной сфере. Обсудили члены президиума и готовность школ к учебному году. В рамках летнего мониторинга члены профильного комитета посетили все учебные заведения республики. Среди выявленных проблем – незавершенные ремонтные работы в Феодосии, Перовской школе-гимназии, Симферопольского района и Евпатории, где продолжают менять кровлю. Спикер поручил ускорить процесс совместными усилиями с Министерством образования Крыма. Существенный вопрос – информация, растиражированная в ряде СМИ о якобы нехватке воды для нужд населения на полуострове. Слухи опроверг заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Андрей Лисовский. По озвученным данным, все ключевые водохранилища наполнены в достаточной степени для обеспечения людей до конца текущего года. Впрочем, некоторые парламентарии призвали развернуть информационную кампанию с требованием экономно использовать воду. Вот это выше, по состоянию на текущую дату, это выше среднем многолетнего показателя заполнения водохранилища естественного стока. И я скажу, что выше перечисленные регионы полностью обеспечены воду на текущий год. И, в общем-то, могу с уверенностью заглянуть на следующий год, что проблем обеспечения данных регионов нет. Также в рамках президиума спикер очередил задачи, которые стоят перед депутатами на второе полугодие 2018-го. Так, парламентарии должны рассмотреть и принять 33 законопроекта, приоритетные из которых об инвестиционной политике, государственной поддержке инвесторов и санаторно-курортного комплекса. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.